Привет! Решил сделать для вас анонс перед видео, напишите в комментариях нравится ли вам такой формат. А в этом видео наша дочь стала фотомоделью. Мы встретились с подписчиками в мясном ресторане. Побывали в музее и разобрались каким должен быть французский поцелуй. А также сходили на детский день рождения и побывали на гендер пати. Смотри дальше, будет интересно. Господа, у нас сегодня интересный день намечается. У нас с самого утра запланирована фотосессия, на которую мы едем, конечно же, всей семьей. Ну, наверное, главное лицо этой фотосессии будет Теона. Теона готовится к съемкам, отсыпается. Видите, напряженный график у человека. Ночные всякие работы. Ночной дожор. Мы тут решили взять с собой чемодан, потому что будем менять образы и надо будет несколько вещей. В общем, чемодан для ручной клади для этого отлично подходит. Ну все, вызываем такси, едем на площадку. Ну что, мы добрались до студии. Находится она в квартире, в доме. Все готово к съемке. Много платьев, много нарядов. И даже выложено имя рядом со стульчиком. Ну, конечно, у этого фотографа очень много разных фишек, нарядов, каких-то декораций и всяких приспособ, которые она использует в фотосъемке. А еще она довольно неплохо обращается с детьми, общается с детьми в том числе. Она там что-то как-то присвистывает, и дети, видимо, как змея под дудочку, начинают вот так вот засыпать. Вот, короче, Тею покормили, и продолжаем съемку. Конечно, это вообще милота. Рождественский подарок просто. Редактор субтитров А.Семкин Ну, в общем-то, и все. На сегодня мы закончили. Сняли очень много красивых кадров. Ой, Теона просто вообще суперзвезда, фотомодель. Вот, мы выдвигаемся домой. Место нам очень понравилось. Фотограф тоже. Я не знаю, есть ли у нее дети, но она так умело управляется с ними вообще. Она прям колдунья какая-то. Вот, видимо, большой опыт. И в целом понравилось и студии, и наряды. Вообще, все здорово. Мы взяли максимальную программу, максимальную фотосессию. Даже нас пофотографировали с Теоной. Все, вместе получилось 123 тысячи песо. Это примерно 123 доллара. В общем, я считаю, за такую программу очень даже. Мы были здесь часа четыре. Все, на сегодня закончили. Выдвигаемся домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И надо жить ее интересно. Так вот, сегодня Люба пригласила нас пообедать. Не только с ней, но и с ее друзьями. Которые прилетели буквально вчера вечером из Москвы. И, насколько я знаю, привезли нам кучу всего. Мы там заказывали модуль для телека, чтобы смарт-ТВ было. Чтобы можно было смотреть YouTube. И фильмы всякие. Потому что Chromecast у меня не скачивается почему-то на телефон. Ну, в общем, не лады у меня с этим телеком. А так у меня будет везде свой телек. Благодаря маленькому такому модулю, который втыкается в телевизор. Ну, и плюс для Теоны. Всякие штучки. Для здоровья и для развития. Вот. Ну, это ладно. Мы для встречи выбрали мясной ресторан. Называется Канзас. Кстати, о котором очень хорошо отзываются. Поэтому пойдем сегодня проверять место. Я, на самом деле, слышал о нем довольно давно. И оно у меня есть в списке, которое нужно посетить. Ну, вот и до него дошел черед. Даш, у тебя чего нового? У меня день сурка каждый день. А ты у меня сурок, что ли? Да. Я мать сурка. Потому что она спит, как сурок. Да. Вот. В принципе, ничего пока нового. Мы в процессе, как Саша уже сказал, делаем документы. Завтра буквально пойдем подаваться с Сашей на ДНИ. Посмотрим, что из этого выйдет. И будем ждать, когда уже... Когда мы тоже станем какие-то тут... Не нелегалы, а уже нормальные люди. Вот. Такие новости. А вот, собственно, и сам сурок. Сурочек. О-о-о! О-о-о! Ребята привезли коньяк и гречек. Спасибо большое. Спасибо большое. Блин. У нас на таможне спрашивают, подождите чемодан. У вас там какая-то льда. Весь, моя на узком. А она стоит на меня с водки, типа открывается, а она не открылась. Я не понимаю, что там за цвет, и не могу идентифицировать. Ну, да. У меня же так. Кайф, это место кайф. А, у нас два такая. Ладно, типа, идите. Даша, довольна? Да. Спасибо. Спасибо, ребята, огромное. Вообще, хай. Горяченько. Ну, по-моему, послушный коньяк. По-моему, послушный коньяк. По-моему, послушный коньяк. Потому что все люди из Москвы, которые летели в Гонус-Арес, ну, все что-то везли в чемодан. Ну, понятно. Потому что... Сухофрукты. Там, врукты, кто-то есть. Орехи. Да. Вообще, просто всем ухажем. Да, вообще попросить. Да, здраво, вообще, целую пучку. Да, ребята, конечно, прям пора. Радовали. Приятно было с ним вообще познакомиться. Ну, и такие сюрпризы. Ой, это вообще мило. Вот. Мы поели. И сейчас идем гулять. Сходили, посмотрели цветок. Памятник, цветок. Памятник, как это? Монумент. Достопримечательность, в общем. И идем в музей. Райфа. Мама, я в телевизоре. Добрый вечер. С нами постоянный экскурсовод Люба. Вы уже помните ее по выпуску из Санны Сидро, когда мы ходили в... Это тот выпуск, где меня захейтили, да? Все было хорошо. Дом Акампа, я помню. Дом Акампа, да. В общем, картина называется «Возвращение Молона». Это причем один из самых главных предводителей местного населения. Вот. Здесь нужно очень внимательно посмотреть на картину, потому что здесь дьявол кроется в детали. То есть это причем полотно вообще было написано под заказ. Забыл бы вот художника, конечно же. В общем, было написано под заказ. Это местный аргентинский художник, очень популярный. Но если смотреть в целом, что здесь, да? То есть здесь буря, здесь грязь. Это, соответственно, поля. И белую женщину похитили. Соответственно, коренное население похищает, явно разграбило деревню, похищает белую женщину. И все это происходит вот в такую непогоду. Почему? Потому что в пустыне, если бежать, ну, если нападать, то будет слышно. Поэтому они бегут, когда буря, и, соответственно, под шум дождя, под шум грома, этого всего не будет слышно. Также стоит обратить внимание, что они явно были хозяева всей этой, не знаю, деревни, или мужа, эта девушка, в общем, какого-то зналотного, возможно, даже испанца. Собака, которая бежит и не может бросить своих хозяев, одного из которых уже нет живых, кадила. То есть, и что интересно, то есть, как можно истребтовать эту картину, что у одного из похитителей, да, из нападавших, у него глаз закрыт, вот. На мой взгляд, это вот такой символ, что ярость слепа, что, как бы, они пытаются... Почему они на них нападают вообще? Они отстаивают свои земли, вот. И, соответственно, как бы, это вот борьба, когда Аргентина, соответственно, организовывалась, да, то есть, это были испанцы, которые основывали в том Буэнос-Айрес. И, естественно, они что делали? Они колонизировали земли, которые принадлежали местному селению. Вот это коренные народы Аргентины? Да, это коренные народы Аргентины. Причем, как вот, как тут из них молон, я подозреваю, что вот это вот. Ну, вот они против веры, вот она религия, пожалуйста, тут вот католики, тут вот кадила, и вот это вот все. Вот имеют верь, конечно. То есть, все завоевали. То есть, они завоевывают, пытаются отстоять свою землю. Ну, итог мы все равно все знаем. Прекрасная страна. Прекрасная, чудесная страна иммигрантов. Вот Люба привела нас в музей, а тут прямо оригиналы картин красивых. Тут и Ван Гог, и Клод Мане, и другой Мане, не путать, Моне и Мане. В общем, прикоснулись к культуре, прямо вот на расстоянии вытянутой руки. Действительно очень интересно, очень красиво. Я хочу сюда прийти, чтобы прям Люба порассказывала про эти картины, а она знает про них. И, наконец-то, побывать в музее не просто посмотреть глазами и все, а еще понимать, о чем это, как это создавалось, и разные истории, слушать про эти экспонаты. Это прямо очень должно быть интересно. Поэтому оставим это на следующий раз. Придем сюда основательно и будем изучать. А это мы попали в зал Родена. Тут как раз скульптура о любви, целующиеся пары. Люба сказала, что Роден француз, поэтому вот где можно увидеть самый настоящий французский поцелуй с Францией. Прошу прощения, что мы тут так близко смотрим. Вы продолжайте, не отвлекайтесь. А еще у нас дочь решила поесть прямо вот в самом темном и страшном зале. Но ей не объяснишь. Надо есть, значит, надо. В общем, вот Даша устроилась на скамеечке и тут кормит. Ну, по итогу могу сказать, хороший сегодня был день. Мы нагулялись, конечно, вообще вдоволь просто. Вот прошли какое-то бесконечное количество шагов, пообщались с ребятами. Ой, вообще прикольные ребята. Приятно было познакомиться. Ну и вот и нагулявшись, идем домой, зашли за мороженым. Даша, и все, домой отдыхать. А дочь у нас, кстати, сегодня даже не капризничала, даже под вечер. Лежит себе спокойненько, кайфует он. Да? Ну, такая вот она очаровашка. В общем, все, ребята. Мы домой, а завтра у нас тоже интересный день будет. Так что все увидите. Прекрасно мы вчера погуляли. Приехали домой, не поздно, и я прям вырубился. Прям, мне кажется, вот просто в секунду. Вот так вот я, видимо, утомился за эти выходные. Мне пришлось много поработать еще в эти дни и всякими делами позаниматься. Вот, поэтому как-то выходные вылетели. А сегодня я решил совершить просто невозможное. Дочь проснулась. Я ни разу в жизни этого не делал, но решил, что мне по плечу и сделал блины. Мы еще нашли интересный рецепт, что если смешать творожный сыр и живой йогурт, получится сметана прям один в один. И, в общем, теперь у нас на завтрак блины со сметаной. А, собственно, в чем сложность-то была? Сметаны здесь тоже нет. И вот приходится выкручиваться разными возможными и невозможными способами. Да, господа, блины со сметаной с сахаром – это отдельное удовольствие. Вот прям вот так вот намазываешь. Прям пожирнее. Ммм, хорошо. В общем, и эта вершина мне покорилась. Ребята, а зацените, какая у нас дочь нарядная. А все ведь не просто так. Нас сегодня позвали на светское мероприятие на день рождения дочки наших приятелей. Ей исполняется три года. И мы идем праздновать не только это событие, но там будет еще большой сюрприз. Так что мероприятие очень важное, светское. Подготовка была большая. Вот, идем отмечать. Это опять туда же, где мы встречали Новый год. 50 магазинов обошла, чтобы найти просто фигуру русалочки. В общем, мы пришли на праздник, а праздник еще надо устроить. Мы сейчас шарики надуем, столы расставим, еду приготовим. Еду не надо. А, не надо все. Повар придет. Это Люба у нас снова привлекла нас на это мероприятие. Это вот, пожалуйста, сначала сделать стенд, а потом будем есть. Кто не работает, тот не ест. Привет, Фанин. Привет. Я сказала, скотч, а мы не... Это скотч стоит? А, смотри, ничего нет. Виктор, заменили за тебя? Да. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Люба, а кто придумал этот такой чудесный гидборд? Конечно, угадай. До пяти утра я не сплю, понимаешь, просто... Я вот не шучу, ты правда не спала, придумывала. А? Да. Вообще шикарно выглядишь. Все очень. Да ладно, ну посмотри, как это мило. Ну, просто, ну... А бокалы, к вам здоровья. Привет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, скидывай! У-у-у! У-у-у-у! Есть, сердце, сердце! У-у-у! Бальчик! Бальчик! Переворачивай! У-у-у! 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 Пять ставок сыграла, экспресс дает! У-у-у! 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 Ну, в общем-то так все это душевное мероприятие и закончилось. Пока! У-у-у!